8.00 столица Казахстана. Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. К этому часу в Казахстане официально подтверждены 10 случаев заражения коронавирусом. О последнем зарегистрированном заболевшем в Министерстве здравоохранения сообщили накануне вечером. Это 33-летняя женщина, которая 15 марта прилетела в Алматы из Стамбула. Итак, 8 случаев заражения были зафиксированы в Алматы, 2 в Нур-Султане. На стационарном карантине продолжают находиться 1536 человек. В домашней изоляции 1094. Всего, по данным Минздрава, под наблюдение взяты 2097 человек. В АТРА усилены меры профилактики против распространения коронавируса. Санитарно-гигиенические работы начали проводить в местах массового скопления людей. Ежедневно раствором хлора обрабатывают салоны общественного транспорта, мечети и центры обслуживания населения. Гульмира Сутубаева с подробностями. Мечети АТРА перешли на усиленный санитарный режим. Всего по области насчитывается 31 мечеть в целях профилактики инфекционных заболеваний. В них ежедневно проводят дезинфекционные работы. После того, как специалисты распыляют хлор, стеклянные окна должны оставаться закрытыми в течение одного часа. Только после этого доступ в это помещение разрешается. Отмечу, что все дезинфекционные работы проводятся бесплатно. Представители духовенства призывают граждан соблюдать все меры предосторожности в общественных местах, а также выполнять предписания медиков и не посещать мечеть в случае признаков ОРВИ. Чтобы избежать большого стечения верующих и обеспечить надлежащую гигиену во время коллективных молитв, решили уменьшить количество религиозных обрядов и проповедей. Неизменным остается пятикратный намаз. Кроме того, с сегодняшнего дня на городских рынках, торговых центрах и ционах начались дезинфекционные работы. Обрабатывать помещения будут три раза в день. Также в городе действует специальный изолятор. Там работают сотрудники полиции и управления здравоохранения. В изоляторе подготовлено 60 коек. На данный момент на карантине находятся три иностранных гражданина. Случай с заболеванием коронавирусом не зарегистрировано. Нет и дефицита с масками. По данным специалистов, в аптеках есть более 7 тысяч масок. В скором времени будет организована продажа еще 50 тысяч масок. Гульмира Сатубаева, Аманда Айматенов, Атрау, Хабар-24. Свыше 300 остановочных павильонов в Петропавловске дважды в день будут обрабатывать дезинфицирующими средствами. Об этом сообщили в городском окемате. Аналогичные меры приняли и в общественном транспорте. Пассажирскими перевозками в областном центре занимаются около 250 автобусов. После каждого рейса водители протирают салоны специальным раствором. На местном автовокзале также усилены противоэпидемические мероприятия. Введен масочный режим для сотрудников. Случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе пока не выявлено. При областном окемате создан специальный штаб, который следит за ситуацией. В рамках резерва правительства было выделено средство для Североказахстанской области. На это мы уже закупили и поставки произведены значительное количество масок. 109 тысяч средств индивидуальной защиты, антисептических растворов. В целом могу сказать, что по лекарственным средствам и изделиям медицинского назначения имеется по многим позициям двухмесячный запас в наших медицинских организациях. А в Кокшитау в местах массового скопления людей установлены антисептики. В обязательном порядке ведется дезинфекция зданий. При входе в госучреждение охрана специальными тепловизорами измеряет температуру тела посетителей. Здесь же стоят обеззараживающие средства. Санитарную обработку проводят и в общественном транспорте. Салоны автобусов проходят дезинфекцию перед выездом на смену. Кроме этого усилены меры профилактики на железнодорожном вокзале. Влажная уборка здания проводится каждый раз, как на станцию приезжают пассажиры. В сутки обслуживается до 10 поездов. Отмечу, в Акмолинской области с начала года врачами проверено больше 2000 людей. Симптомов коронавируса ни у кого не обнаружено. О коронавирусе, мерах защиты от него мы поговорим этим утром с врачом-иммунологом Рафаилом Розенсоном. Я вас приветствую, Рафаил Осич. Сейчас казахстанцы массово скупают медицинские маски, антисептики, противопростудные препараты и тому подобное. Насколько оправдан этот ажиотаж? Доброе утро, дорогие казахстанцы. Действительно, всего лишь 5 дней прошло с того момента, когда министр здравоохранения объявил о первом зараженном. И на сегодня уже мы знаем о десятерых. Действительно, мы очень обеспокоены. Конечно, у нас нет еще такой паники, как в Италии. Но все-таки лучше защититься. И поэтому нужно знать две основные вещи. Коронавирус передается воздушно-капельным путем 99%, контактным путем, то есть если вы потрогаете что-то зараженное до вас, 1%. Поэтому, чтобы защититься от коронавируса, нужно соблюдать безопасное расстояние 1 метр. И если вы контактируете больше, чем с 10 людьми в течение дня, нужно обязательно носить маску. Масок на сегодня очень много. Профессиональные маски с клапаном, маски стерильные, нестерильные. Маски, которые мы можем сделать самостоятельно. Я думаю, что сейчас каждый человек заинтересован в том, чтобы защитить себя, своих близких. Нужно знать общие принципы. Принцип. Маску можно сделать самому, если над носом 3 сантиметра, под подбородком 4 сантиметра, от ушей 3-4 сантиметра. Шейте их сами, вам будет очень хорошая защита от этого заболевания. Рафаэлыч, у меня с собой сейчас общепринятая медицинская маска. И чуть поплотнее. Какие более доступные и более удобные? И как лучше защищают они от коронавируса? Сейчас чего только не предлагают казахстанцам. Арестан, дело в том, что здесь чуть-чуть физики. Коронавирус – это заболевание, вызванное вирусом, который имеет диаметр от 60 до 120 нанометров. 0,1 микрона. А маски защищают, начиная от 1 микрона. То есть, очень высокая вероятность, что частица, которая в 10 раз меньше диаметра поры маски, может ее покинуть. Это теория. На практике Китай, который использовал те обычные простые маски, которые были сейчас у вас в правой руке. Покажите, правая рука. Вот эти маски защищали не хуже, чем те, которые у вас очень редкие в левой руке. Значит, маска, в принципе, защищает. Маска, в принципе, может спасти. Вот есть такое мнение, бытует такое мнение специалистов, что иммунитет человека слабеет, в том числе из-за большого потока негативной информации о коронавирусе. Что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что не только от плохих новостей может ослабеть иммунитет. Это проявление так называемой инфодемии. Это очень хорошо известная в медицине ситуация, когда плохие новости приводят к панике, а паника, в свою очередь, приводит к плохим результатам. Кроме того, я слышал совершенно дикие мнения о том, что от коронавируса может спасти употребление алкоголя, от коронавируса может спасти употребление каких-то еще заряженных вод и так далее. Это все полная ерунда. Алкоголь нужен, но только снаружи. Побрызгайте возле себя зараженную поверхность, дайте минуту, чтобы алкоголь подействовал, потом смотрите, коронавируса на этом месте не будет. Ни в коем случае не применяйте алкоголь вовнутрь. Он только погасит ваш иммунитет. То же самое, разные заряженные воды и так далее, и так далее. Это ничего не поможет. Вот некоторые ученые или специалисты, будем так говорить, прогнозируют, что коронавирус продлится до следующей весны. Ваши прогнозы какие? Я немножко не понял вопрос, Арестан. До следующей весны, это весны 2021 года. То есть, в смысле, 2021. Мы живем уже в весне. Сегодня 18 марта. Да, да. Здесь есть определенные плюсы и минусы. Дело в том, что ранее было показано, коронавирус обладает максимальной активностью при 8 градусах Цельсия. У нас, к сожалению, эта активность выпадает на наурыс. Поэтому я предлагаю наурыс проводить максимально в интернет-формате. И значительно ослабевает его активность при температуре 26 градусов Цельсия. Но это не абсолютно, потому что в Иране, где тоже идет вспышка, там уже 26. Поэтому знать точно, когда он ослабеет, знать точно, когда придет спасение, мы не можем. Мы знаем, что это обычная вирусная инфекция. А при вирусной инфекции большую роль играет так называемый коллективный иммунитет. Все вирусные инфекции до сих пор длились 2-2,5 месяца. Мы будем надеяться на то, что сформируется какой-то общий иммунитет. Но, зная о том, что есть люди, особо подверженные этому заболеванию, прежде всего это медицинские работники, далее больные онкологическими заболеваниями, больные с доказанными иммунодефицитами, больные, у которых есть вторичный иммунодефицит, это сахарный диабет, заболевания легких и сердца. Вот этих людей мы должны государственным образом защищать. Прежде всего, в семье должны знать, что такого человека не нужно выпускать на улицу в эти 1,5-2 месяца, ему нужно приносить питание домой. И, во вторую очередь, если есть такая возможность, таких людей лучше закрыть и обеспечить всеми возможными продуктами, всеми возможными веществами, чтобы они меньше контактировали с потенциальным источником заражения. Ну что ж, спасибо вам за рекомендации. Будем надеяться, что иммунитет наших людей будет только укрепляться. Этим утром мы беседовали с врачом-иммунологом Рафаилом Розенсоном. Всем вам хорошего дня. В Кокчетау местный завод начал осваивать выпуск многоразовых повязок. За смену работники швейного цеха шьют около 4 тысяч масок готовой продукции. В первую очередь, снабжают коллектив фабрики, сотрудников автобусных парков и госорганов. При достаточном количестве сырья цех сможет поставлять товар и в аптеке города. Производственная мощность цеха позволяет выпускать до 10 тысяч повязок в сутки. Отмечу, в последние дни в связи с выросшим спросом в городе наблюдается дефицит медицинских масок. Это не медицинская маска. Там внутри ложится марлер, чтобы стирать и менять. А сама чехол как многоразовая. Пока мы в одной смене работали. Мы думаем еще увеличивать объем, набирая две смены. Дезинфекция салонов общественного транспорта проводится и в Казалардинской области. Автобусы подвергают аэрозольной обработке по так называемой технологии горячий и холодный туман. По заявлениям перевозчиков, все маршрутки полностью оснащены антисептиками. Каждому кондуктору и каждому водителю автобуса выданы хлор, марля, защитные маски, перчатки и емкости для растворов. Они приобретены за счет предприятия. Дезинфекция салона автобусов проводится на каждой конечной остановке после каждого рейса. В Актау более 7,5 тысяч студентов местного вуза получают знания в режиме онлайн, но в работе педагоги используют гугл-платформу. Видеосвязь студента с преподавателем осуществляется через специальный сервис. По словам ректора, университет располагает для этого всем необходимым оборудованием – компьютерами и высокоскоростным интернетом. ВУЗ насчитывает более 350 преподавателей. 100 из них уже работают дистанционно. При учебном заведении есть центр мониторинга, где контролируется посещаемость студентов онлайн-занятий. Есть очень много студентов в Туркменистане, Узбекистане, где есть проблемы с интернетом, то они в условиях самоизоляции живут у нас в общежитии. Мы планировали в весенний семестр четырех студентов отправить за рубеж, но так как такие нет в данном случае, рекомендации поступили от МОН, мы перенесли на осенний семестр данные сажировки, академическую мобильность преподавателей и студентов. Продолжение следует... Почти треть казахстанских предпринимателей нуждаются в отсрочке по кредитам и налоговых послаблениях. О мерах, которые предлагают принять для поддержки бизнеса, расскажет Камила Тастанбекова. Уточню, Арастан, этот процентаж возник на фоне ситуации с коронавирусом, чтобы зрителю было понятно. И действительно, прогнозы неутешительные. Сейчас предприниматели задаются вопросами, как выполнять свои обязательства перед банками, что делать с сотрудниками, с чего платить коммунальные услуги. Одним словом, вопросов много. А теперь о предложениях. Освободить арендаторов госимущества от оплаты на период ЧАЭС. Такое предложение правительству выносит национальная палата. Без этой меры предприниматели, оказывающие услуги в сфере общественного питания, могут понести значительные убытки, говорят в Атамикене. Ведь столовые будут простаивать, школьники уже на каникулах, а многие организации начали работать в дистанционном режиме. В поддержке нуждаются и частные детские сады. Родители отказываются приводить детей, несмотря на то, что запрета на их работу нет. Поэтому детсады могут недополучить дотацию, которую государство выплачивает отдельно за каждого ребенка. Больше всего ситуации из-за распространения вируса в Казахстане обеспокоены представители сферы услуг. 69% торговли – 18%, производство – 13%. Некоторые уже сталкиваются со штрафными санкциями из-за неисполнения договорных обязательств. Отмечу, что на период чрезвычайного положения в Нацпалате действует оперативный штаб для помощи предпринимателям, чей бизнес пострадал от распространения коронавируса. В Казахстане пересмотрены максимальные ставки по депозитам. Банки уже могут принимать вклады в тенге под более высокий процент. Рекомендует Казахстанский фонд гарантирования депозитов для защиты интересов вкладчиков. Несмотря на условия изменения стоимости тенге, самыми доходными остаются сберегательные вклады. По ним ставка повысилась до 15,1% без пополнения на год. На депозиты до трех месяцев и полугода – до 14%. По несрочным вкладам, когда человек может пополнить и снять деньги в любой момент – на 13%. Промышленное производство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет, сообщает Reuters. По подсчетам аналитиков, падение произошло на 13,5%. Причина – вспышка коронавируса. Это самый слабый показатель с января 1990 года. Основной капитал упал на 24,5%. Розничные продажи также сократились. Эксперты связывают это с тем, что потенциальные потребители стараются избегать людных мест из-за страха заразиться COVID-19. В Казахстане большой дефицит антисептиков, зато цены на них подскочили в разы. Этому востребованному товару посвящен обзор нашей карты цен сегодня. Из-за того, что невозможно найти даже один флакон обеззараживающего средства, в крупных городах начали обрабатывать руки спиртом – аптечным спиртом. В Нур-Султане найти флакон 100 мл можно за 130 тенге. В аптеках Алматы за 160, дешевле всего в Уральске – 90 тенге. Самая дорогая цена за антисептик в Казаларде – 800 тенге за штуку. В некоторых аптеках Петропавловска можно найти за 500 тенге. На 50 дешевле этот товар стоит в Караганде и самая низкая цена в Шемкенте – 300 тенге. Коронавирус стал причиной начала экономического спада в ЕС. На данный момент устраняются последствия влияния болезни на социально-экономические институты Европейского Союза. Такое сообщение было опубликовано по итогам видеоконференции членов Еврогруппы и Европейского Совета. Решено, что ряд средств будет направлен на поддержку предприятий, заработные платы для работников, а также на восстановление экономики Европы. Тем временем цена на нефть марки Brent рухнула на 11%, опустившись ниже 30 долларов впервые с 2016 года. Падение нефтяных цен усиливается в ходе торгов на фоне опасений сокращения спроса в текущем году из-за вспышки коронавируса. В то же время крупнейшие производители нефти планируют наращивать добычу после развала сделки ОПЕК+. И в завершении данные с казахстанской фондовой биржи. Доллар стоит 434 тенге 68 тенев, тогда как в обменниках в среднем 438 тенге. Евро продают за 495 тенге, а рубль за 5 тенге 97 тенев. Это был весь деловой обзор к данному часу. Спасибо. С деловыми новостями нас ознакомила Камила Таснабекова. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о закрытии границ Европейского Союза и стран Шенгенской зоны из-за коронавируса. Мера принята для предотвращения распространения вируса и будет действовать в течение 30 дней. Кроме того, французские власти ввели ограничения на передвижение людей внутри страны. Мера вступает в силу сегодня и продлится полмесяца. Об этом французский лидер сообщил во время телевизионного обращения к нации. Собрания, семейные и дружеские встречи не будут разрешены. Введение этих мер связано с тем, что не все соблюдают предписанные ранее санитарные нормы в условиях распространения коронавируса. Необходимо отменить уличные прогулки, сохранить только самые необходимые передвижения и соблюдать санитарные нормы. Кроме того, со вчерашнего дня власти Франции отменили коммунальные выплаты и налоги для отдельных малых предприятий. В стране закрыты все учебные заведения, а с прошлой недели не работают рестораны, кафе, библиотеки и спортзалы. На сегодняшний день в Пятой Республике более 6,5 тысяч зараженных. 148 скончались. Россия запрещает въезд иностранных граждан на фоне распространения коронавируса. Мера будет действовать с 18 марта по 1 мая. Россия уже ограничила авиасообщение со всеми странами Евросоюза, Швейцарией, Норвегией, Китаем, Ираном и Южной Кореей, а также закрыла границу с Белоруссией. В понедельник в стране было выявлено 93 случаев заражения коронавирусом. В столице введены новые меры профилактики. О них подробнее расскажет наш собственный корреспондент в России Дана Нуржан. Среди заболевших в Москве есть дети школьного возраста. Школы, в которых они учились, закрыты на карантин. А вот другие учебные заведения работают в режиме свободного посещения. То есть решение ходить или не ходить в школу или сад принимают родители. Но мэр Москвы Сергей Собянин принял новые, более жесткие меры по профилактике коронавируса. Так, с 21 марта по 12 апреля будут закрыты все общеобразовательные и спортивные школы. Если до этого запрещены были массовые мероприятия до 5000 человек, то сегодняшнего дня под запретом все массовые уличные мероприятия свыше 50 человек. Мэр города призвал пожилых жителей столицы максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру. В больнице в Коммунарке находятся трое казахстанцев. Это студенты, которые летели из Европы транзитом в Казахстан через Москву, но оказались на карантине. Сейчас они ждут результатов теста на коронавирус. Отмечу, что в посольстве Казахстана действует оперативный штаб, который держит эти случаи на контроле. Дану Жан, Дмитрий Настиченко, Россия, Хабар, 24. Венгрия закрыла границы из-за распространения коронавируса. Запретный въезд вступил в силу для всех видов пассажирского транспорта. Приехать в страну смогут только граждане Венгрии. По возвращении они должны будут провести 14 дней в карантине. Кроме того, в стране с понедельника действует запрет на любые массовые мероприятия. Время работы пунктов общественного питания и кафе сокращено. Пабы, кинотеатры и другие культурные заведения и вовсе закрыты. На сегодня в Венгрии подтверждено 39 случаев коронавируса. Один человек скончался. А в Китае за минувшие сутки зарегистрировали чуть больше 20 новых случаев заражения COVID-19. Почти все инфицированные прибыли из других стран. Из Пекина с нами на прямой связи по телефону наш корреспондент Ботогос Саргабаева. Ботогос, принимают ли власти КНР дополнительные меры в аэропортах и таможенных постах? Здравствуйте, Арестан. В Китае продолжают строгие меры в отношении пребывающих из-за границы людей. Как я уже говорила, теперь в общий карантин повещают всех прилетающих международными рейсами. Только людям старше 70 лет, беременным, несовершеннолетним и лицам с хроническими заболеваниями. А также тем, кто живет отдельно, если с ними больше в квартире никто не проживает, разрешают проходить карантин на дому. Из-за увеличения импортированных случаев коронавируса в Пекине вновь открылся госпиталь Сяо Таньшань, который был построен в 2003 году для борьбы с атипичной пневмонией. Теперь здесь будут размещать прибывших из других стран для лечения и отследования. В целом же китайские медики, боровшиеся с вирусом в его эпицентре в городе Ухань, говорят о низкой вероятности повторной вспышки эпидемии в Поднебесной. Однако делать выводы еще рано, утверждают они, и сейчас самое главное – это профилактика и контроль. А вот были ли уже? Самое главное в борьбе с такими инфекционными заболеваниями, как COVID-19, это профилактика и контроль заболевания, нежели само лечение. Лечение второстепенно. Обязательно должен быть план. Неудача при подготовке – это подготовка к провалу. Со своей стороны, хотела бы также добавить, что теперь в Китае за нарушение правил карантина на границе человека могут приговорить к лишению или ограничению свободы сроком до трех лет и штрафу. Ответственность наступает, если при въезде в страну вы скрыли, либо подделали данные о состоянии своего здоровья, или препятствовали проверке таможенными органами на границе. А вот были ли уже подобные случаи в КНР? Да, в местности сообщают о недавнем таком случае. Семья из трех человек прибыла из США, и женщина при посадке на рейс скрыла, что температура, это выяснилось только по прибытии в Пекин. Сейчас ее муж и сын находятся под наблюдением врачей. Всего же полиция расследует 13 таких эпизодов по всей стране. И у меня на этот час пока все. Арсен. Спасибо. Моя коллега Батогос Саргабаева из Пекина информирует нас о дополнительных мерах, предпринятых властями КНР в связи с распространением коронавируса. В Южной Корее число новых случаев заражения снижается. Однако эксперты считают, что о победе над коронавирусом говорить пока рано. Власти опасаются новых вспышек заболевания. В высокую группу риска входят представители церквей. Наш корреспондент Владислав Цой передает о последних данных по борьбе с COVID-19 в Сеуле. Больше 80% всех случаев заражения коронавирусом в Южной Корее связано с сектой Синчонджи. В городе Тэгу и провинции Северная Кёнсан, которая является очагом заражения, было несколько тысяч представителей этого нетрадиционного религиозного движения. В первом очаге заражения COVID-19 в столичном регионе в колл-центре также работали приверженцы Синчонджи. Уже известно о 129 инфицированных работников колл-центра и членов их семей в Сеуле, Инчоне и провинции Кёнги. Второй случай массового заражения также связан с церковью, но уже протестантской в городе Соннам, который относится к столичной провинции. Коронавирус обнаружен у 46 прихожан церкви река Благодати. Все они присутствовали на службе 8 марта. Губернатор провинции Кёнги на встрече с религиозными лидерами в конце февраля попросил их проводить богослужения онлайн, но в церкви река Благодати в Соннаме не прислушались к этому призыву. Более того, они способствовали быстрому распространению инфекции, отдавая прихожанам соленую воду в качестве профилактического средства против коронавируса. Между тем, мэр Сеула заявил, что многие религиозные организации столицы временно перешли на онлайн-услуги, но треть городских церквей продолжает прием прихожан. Число новых случаев заражения коронавирусом пока не озвучили. По данным, на 16 марта COVID-19 обнаружен у 8236 человек. Однако число погибших увеличилось. Если вчера было известно о 75 скончавшихся от COVID-19, то к этому часу поступило сообщение о 82 жертвах. Сегодня утром стало известно, что от коронавируса умерла 91-летняя пенсионерка. Инфекцию у нее обнаружили еще 5 марта. С 9 числа ее лечили, но организм женщины не выдержал. Сегодня в правительстве озвучат дату начала нового учебного года. В отличие от Казахстана и стран СНГ, в Корее учеба у школьников начинается не с 1 сентября, а с 1 марта. В Министерстве образования страны перенесли уроки с начала этого месяца до 23 марта. А сегодня будет озвучено решение о начале занятий через неделю или переносить их до конца марта, либо на апрель. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар-24, Южная Корея. В Израиле вводятся дополнительные меры по изоляции страны и борьбе с распространением коронавируса. Государство, по сути, уже закрыло границы и готовится к введению чрезвычайного положения. Сильнее всего пострадали отрасли экономики, которые зависели от приезжих, рассказывает Сергей Ауслендер. Первым умер туризм. Это не преувеличение. Остановилось все. Экскурсии, туры, полеты за границу и в Израиль. Тысячи человек остались без работы. Пострадали гиды, особенно если учесть, что весенние месяцы обычно были у них самыми загруженными. И люди уже где-то месяца полтора, как начали бояться вообще ездить куда бы то ни было, боятся аэропортов, боятся слухов. Поэтому, в общем, как был расписан, насколько был расписан этот год, это вообще не показатель. Но в прошлые годы, март, апрель, май, это месяцы, когда среднестатистический гид работает 20 дней и больше в году. В месяц? В месяц, извините, конечно, в месяц. Своя беда с медицинским туризмом. В клинике Марка пусто, он еще ходит на работу, но чтобы заполнить бланки на пособия для своих сотрудников, им пока будет платить часть зарплаты Институт национального страхования. Но вот что делать с больными, многие из которых получали помощь только в Израиле, он не знает. Они приезжают раз в три месяца, раз в полгода. Обычно это онкобольные или тяжелые хронические больные, которые приезжают сюда на постоянное плановое обследование, на постоянное лечение, покупают здесь препараты. А в Израиле любят покупать препараты, потому что уверены в их качестве. И сейчас они просто не могут приехать. Медицинских туристов не пускают, исходя из одного простого соображения, чтобы не занимали койки в больницах, если вдруг произойдет вспышка вируса. Пока больных чуть больше двухсот. Ситуацию удается удерживать под контролем, но для этого власти используют экстраординарные меры. Полный запрет на любые собрания и мероприятия с количеством участников больше десяти. Жесточайший контроль за соблюдением карантина. Нарушителям штраф 1200 евро. Теперь за теми, кто находится в изоляции, наблюдают даже спецслужбы, отслеживая их телефоны. Все армейские базы изолированы, категорически запрещены. Любые увольнительные или отпуска армия разворачивает полевые госпитали. В ожидании большого наплыва больных коронавирусом. Страна готовится к введению чрезвычайного положения. Сергей Услендер, Хабар 24. О власти Пуэрто-Рико ввели комендантский час в связи с угрозой распространения коронавируса. Особый режим в островном государстве должен будет соблюдаться до 30 марта. В течение этого времени жители Пуэрто-Рико должны находиться в домах с 21 часа до 5 утра. Напомню, на данный момент в стране зафиксировано 5 случаев заражения COVID-19. По распоряжению губернатора режим работы торговых точек будет сокращен. Без ограничений продолжат функционировать продуктовые магазины и аптеки. Мы сейчас в Сан-Хуане, потому что находились в круизном путешествии. В прошлую субботу наш корабль должен был отплыть. После того, как мы сюда прибыли, власти закрыли все виды транспортных сообщений. Я считаю, что комендантский час поможет существенно снизить риск распространения вируса. По крайней мере, все люди будут находиться дома. Для туристов это ограничение, конечно, создает большие неудобства. Но нужно понимать, что это необходимая мера. Режим чрезвычайного положения введен и в Армении, где зарегистрировано больше 50 случаев заражения коронавирусом. Изолировано более 300 человек. Решение принято правительством страны. Во время режима чрезвычайного положения, который продлится месяц, запрещены массовые мероприятия с участием более 20 человек любого характера. Спортивные, культурные, образовательные, развлекательные, религиозные. На весь период действия ЧП прекращена работа всех государственных и негосударственных образовательных учреждений. Это касается и международных школ, действующих на территории республики. За исключением тех, кто может работать дистанционно. Все публикации, касающиеся темы коронавируса в Армении, в стране и за ее пределами отныне, могут публиковаться в прессе исключительно со ссылкой на коменданта. Об этом также сообщили в правительстве. «Правительство Армении решило на всей территории республики с 16 марта до 14 апреля объявить чрезвычайное положение. С целью обеспечения объединенного руководства сил и средств, обеспечивающих правовой режим чрезвычайного положения, создается комендатура. Комендантом назначается вице-премьер Тигран Авинян». Самая тяжелая ситуация в этой стране сейчас в четвертом по крупности городе Эчмиадзине с населением в 50 тысяч человек. Этот город – лидер по числу завалевших. Он закрыт. Выезд отсюда осуществляется только под контролем медиков и полицейских. У всех, кто хочет выехать из Эчмиадзина, измеряют температуру для контроля над ситуацией. Субтитры создавал DimaTorzok Я напомню, в Казахстане официально подтверждены 10 случаев заражения коронавирусом, а последним зарегистрированным заболевшим в Министерстве здравоохранения сообщили накануне вечером. Это 33-летняя женщина, которая 15 марта прилетела в Алматы из Стамбула. Итак, 8 случаев заражения были зафиксированы в Алматы, 2 – в Нур-Султане. На стационарном карантине продолжают находиться 1536 человек. В домашней изоляции – 1094. Всего, по данным Минздрава, под наблюдение взяты 2097 человек. Беспрецедентные меры, принятые в приграничных с Россией регионах Казахстана, в Павлодарской области приостановили все международные автобусные рейсы. Людям предлагают сдать билеты и в полном объеме получить обратно свои деньги. Новосибирск, Омск, Барнаул, Кемерово, Екатеринбург. В общей сложности ограничительные меры коснулись порядка 10 международных направлений. Транспорт стоит в автопарке. 82 водителя ушли в отпуск. На самом вокзале для сотрудников вспомогательных подразделений введен сокращенный график работы. Ограничения не коснулись внутренних рейсов, но резко снизился пассажиропоток. В целом же продажи билетов сократились до 70%. Это, в свою очередь, серьезно отразилось на доходах компаний. Перевозчики ждут от государства мер поддержки хотя бы в виде налоговых каникул. Конечно бы хотелось, чтобы рассмотрели данный вопрос, потому что, как-никак, мы социально значимая структура в сфере обслуживания пассажирского транспорта. И поэтому поддержать наши коллективы, наши предприятия не мешало бы. В аптеках Караганды скоро появятся экспресс-тесты на определение COVID-19, сообщил руководитель управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев. Дело в том, что горожане стали чаще обращаться к врачам с просьбой пройти обследование. Подробности у Марины Золотаревой. Число желающих пройти тест на COVID-19 увеличилось, говорят медики. В Караганде есть своя вирусологическая лаборатория. Там исследуют мазки, которые берут из зева и носа. Если результаты положительные, анализы отправляют столичным экспертам. В первой очереди люди на карантине. Ну а скоро проверить здоровье горожане смогут самостоятельно. Думаю, что после наурыза у нас в области появится, ну по крайней мере, приложим максимум усилий для этого экспресс-тест. То есть экспресс-тесты, это как знаете, есть глюкометры, когда сахар крови определяет. Вот такие экспресс-тесты уже существуют в природе именно на выявление антител к вирусам коронавирусной инфекции. Цена будет доступной. В крупную сеть аптек обещают завести порядка 300 тысяч масок местного производства. Пока обеспечили только социальные. А в остальных горожанам продают не больше пяти штук в одни руки, говорят фармацевты. На каждую аптеку распределяют уже непосредственно на складах, в зависимости от количества, которое у них имеется. Масочки ожидаются поступления многоразовых масок ближе к концу этой недели. Их можно будет обрабатывать, кипячение, затем проутюживать, использовать несколько раз. Пассажирский транспорт – зона риска, поэтому дезинфекция салона два раза в день и санобработка на конечной остановке в расписании обязательны, как и средства защиты для водителя и кондуктора. Каждый день моем, каждый рейс на каждой конечной, как приезжаем, сразу же моем. В стационарах области уже более 40 человек, почти 450 на домашнем карантине. Подтвержденных случаях COVID-19 в регионе пока нет. Карагандинцы не паникуют, но бдительность проявляют. Много одел маску, мало ли. Ну и соблюдаю то, что говорят в интернете. Можете руки правильно, не лезьте руками туда-туда. В принципе, все. Часто мою руки и все. Маски не помогут, я думаю. Сама двое рейс заболела, вызывала скорую, боялась, что это вирус. Позаботились в регионе и о пожилых людях. Пенсионерам ходить в поликлиники медики категорически не рекомендуют. Врачи придут к ним домой и доставят положенные лекарства. Если обращений будет слишком много, в больницах станут принимать без выходных, сообщили в управлении здравоохранения. Марина Золотарева, Сайла Уигликов, Карагандинская область, Хабар, 24. Торговые центры в Казахстане перешли на сокращенный режим работы. Ночные клубы закрыты. В условиях объявленного чрезвычайного положения действуют и другие ограничения. Вероника Боярова расскажет подробнее. Пока торговые центры открыты, свою деятельность приостановили только развлекательные площадки и кинотеатры. Сотрудники обрабатывают все поверхности. Кроме того, любой желающий посетитель может подойти и обработать свои руки антисептиком. И также проверить температуру своего тела. Беспрецедентные меры профилактики действуют во всех торгово-развлекательных центрах. Каждый час здесь делают влажную уборку. И каждого сотрудника центра обеспечили маской и антисептиком. Установлены 6 санитайзеров. В ближайшее время будут приобретены еще дополнительно 10 санитайзеров, которые мы разместим по всему ТРЦ. Бутики и магазины открыты с 10 до 18 часов. А супермаркеты работают в обычном режиме. Ежемесячно здесь закупаются более миллиона человек. Но сейчас количество посетителей сократилось наполовину, говорят в администрации торгового центра. Торговый центр должен поддерживаться в том состоянии, в котором мы делаем сейчас. То есть должны работать все механизмы воздухообмена, отопления, подачи воды. И, конечно, мы в соответствии с новым графиком перейдем на более энергосберегающий режим. Соответственно, коммунальные услуги будут уменьшены. Консервировать торговый центр никто не собирается. В связи с введенным режимом чрезвычайного положения закрыты ночные клубы. До 10 вечера открыты кафе и рестораны. Но максимальное количество гостей не должно превышать 50 человек. Кроме того, запрещено курить кальян. Нарушители этих правил могут оштрафовать. В первую очередь, это ответственность самого владельца кафе или ресторана. Готовить еду иммунологи рекомендуют дома. Тем более, государство обещает, что повышения цены социально значимые товары не будет. По стабилизации цен у нас проводится работа с торговыми сетями. У нас есть механизм, оборотная схема. Таким образом, дополнительно предусмотрено миллиард тенге для стабилизации цен и насыщением необходимого социально значимого товара на полках столицы. Соблюдать правила введенного режима очень важно, считают специалисты. Это поможет не допустить распространения инфекции. Вероника Боярова, Наурыз Базаров, Булат Абдулин, Хабар, 24. Владельцы и продавцы магазинов должны строго соблюдать санитарные и дезинфекционные требования и не допускать образования очередей, заявили в Министерстве торговли. В случае большого скопления людей, покупателям советуют держаться друг от друга на расстоянии не менее одного метра. Также в Министерстве рекомендуют пропускать посетителей в крупные торговые центры только в масках, а при их отсутствии по возможности обеспечить их бесплатными средствами профилактики. Что же касается аптек и других магазинов, расположенных в торгово-развлекательных центрах, то они продолжат функционировать с соблюдением жестких мер санитарной безопасности. Что касается объектов общепита, они также должны ограничить время работы до 22 часов, ограничить количество посетителей при одновременном присутствии до 50 человек. Мы также рекомендуем предпринимателям использовать открывающиеся окна возможностей, например, кафе, рестораны, столовые сегодня могут использовать возможности онлайн-доставки, и соблюдение всех норм санитарной безопасности. Тем временем Минсельхоз Казахстана не будет ограничен. На границах имеется 119 постов, их работа усилена, вся входящая продукция в усиленном режиме проверяется и обрабатывается химикатами. На сегодняшний день ситуация стабильная, с обеспечением продуктами социально значимого назначения на сегодняшний день перебоев нет. Вместе с вирусом распространяются и фейковые сообщения, за которые полицейские уже привлекли не одного человека. Все подробности в хронике происшествий. В Балхаше привлекли к ответственности женщину, распространявшую слухи, связанные с COVID-19. Недостоверное аудиосообщение разошлось по WhatsApp. В нем сообщалось о принудительном расселении общежития местного медколледжа для якобы 300 больных коронавирусом. Но на самом деле инфицированных в городе нет. А студентов распустили по домам в качестве превентивной меры профилактики. Они продолжат учебу дистанционно. По данному факту начато досудебное расследование по части 2 ст. 274 УК Республики Казахстан, то есть распространение заведомо ложной информации с использованием сети телекоммуникаций. Департамент полиции Карагандинской области призывает жителей области не идти на погоду слухов, появляющихся в социальных сетях. Основывается только на официальных сведениях компетентных государственных органов. Напоминаем, что за совершение подобных преступлений предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы. Четыре человека погибли от угарного газа в Шымкенте. За жизнь пятого борются врачи. Инцидент произошел на территории индустриальной зоны. Работников обнаружили в контейнере, в котором они проживали и отапливались самодельной печью. Предварительно известно, что погибшие гастарбайтеры из Узбекистана. Обстоятельства происшествия выясняются. В Казаларде в багажнике автомобиля полицейские обнаружили живого быка. Документов на животное у водителя не оказалось. В ходе проверки выяснилось, что жители Казаларды украли скотину из двора дома в населенном пункте Талдыарал. И доставили в город с целью сбыта. Троих подозреваемых задержали на месте. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания. Проверяется их причастность к другим аналогичным фактам. По данному случаю проводится досудебное расследование. Собака породы Алабай накинулась на 7-летнего мальчика и покусала его. Инцидент произошел в Казалардинской области в городе Аральске. На место происшествия прибыли полицейские. Агрессивное животное пыталось наброситься и на них. Собаку стражам порядка пришлось застрелить. Мальчика доставили в больницу. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. По данному факту проводятся мероприятия для установления хозяина собаки. Назначены экспертизы. Двухмесячного раненого тюлененка спасли природоохранники в Мангистауской области. Животное нашли в районе Фод Шевченко во время обхода территории. Тюленя доставили в центр реабилитации. Для его содержания там есть специальные бассейны. По слам инспекторов, животное ранено возможно из-за того, что запуталось в сетях. 98 родителей привлекли к административной ответственности в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная школа» в Жамбулской области. Это наказание за невыполнение обязанностей по воспитанию и нахождение несовершеннолетних в ночное время без сопровождения. В целях профилактики и пресечения правонарушений стражи порядка провели 13 рейдов. В итоге в полицию доставили 54 несовершеннолетних. В совместно с управлением образования были созданы графики проведения родительских собраний, а также лекции и бесед по вопросам безопасности нахождения несовершеннолетних вне жилища без сопровождения законных представителей в общественных местах, на дороге, а также правилам поведения с незнакомыми лицами. Сразу после небольшой паузы вы узнаете о новостях спорта. Редактор субтитров А.Семкин Моя задача как эколога — это информировать общественность о состоянии окружающей среды, изучать причинно-следственные связи. В том числе одно из моих исследований было посвящено загрязнению воздуха, идет повышающийся тренд загрязнения, и он будет ухудшаться, если сейчас уже ничего не предпринимать. Как бороться с загрязнением воздуха? Если посмотреть системно, то необходимо меньше потреблять электроэнергии и тепловой энергии, потому что в основном вклад в загрязнение городов вносит электростанции и котельные, поэтому бережливые нации — это также в первую очередь следить за тем, чтобы в доме у вас были минимальные потери тепла. Это закрывать окна, даже дверь в подъезде, для того, чтобы потери тепла минимизировались. И утеплять свои здания, то есть следить за тем, чтобы здание меньше потребляло тепла, для того, чтобы начать действовать для улучшения качества воздуха. Продолжение следует... К этому часу в Казахстане официально подтверждены 10 случаев заражения коронавирусом. На последнем зарегистрированном заболевшем в Министерстве здравоохранения сообщили накануне вечером. Это 33-летняя женщина, которая 15 марта прилетела в Алматы из Стамбула. Итак, 8 случаев заражения были зафиксированы в Алматы, 2 в Нур-Султане. На стационарном карантине продолжают находиться 1536 человек. В домашней изоляции — 1094. Всего, по данным Минздрава, под наблюдение взяты 2097 человек. В АТРАУ усилены меры профилактики против распространения коронавируса. Санитарно-гигиенические работы начали проводить в местах массового скопления людей. Ежедневно раствором хлора обрабатывают салоны общественного транспорта, мечети и центры обслуживания населения. Гульмира Сутубаева с подробностями. В мечети АТРАУ перешли на усиленный санитарный режим. Всего по области насчитывается 31 мечеть. В целях профилактики инфекционных заболеваний в них ежедневно проводят дезинфекционные работы. После того, как специалисты распыляют хлор, стеклянные окна должны оставаться закрытыми в течение одного часа. Только после этого доступ в это помещение разрешается. Отмечу, что все дезинфекционные работы проводятся бесплатно. Представители духовенства призывают граждан соблюдать все меры предосторожности в общественных местах, а также выполнять предписания медиков и не посещать мечеть в случае признаков ОРВИ. Чтобы избежать большого стечения верующих и обеспечить надлежащую гигиену во время коллективных молитв, решили уменьшить количество религиозных обрядов и проповедей. Неизменным остается пятикратный намаз. Кроме того, с сегодняшнего дня на городских рынках, торговых центрах и ционах начались дезинфекционные работы. Обрабатывать помещение будут три раза в день. Также в городе действует специальный изолятор. Там работают сотрудники полиции и управления здравоохранения. В изоляторе подготовлено 60 коек. На данный момент на карантине находятся три иностранных гражданина. В случае с заболеванием коронавирусом не зарегистрировано. Нет и дефицита с масками. По данным специалистов, в аптеках есть более 7 тысяч масок. В скором времени будет организована продажа еще 50 тысяч масок. Гульмира Сатубаева, Амандай Матенов, Атрау, Хабар, 24. К этой минуте все. До встречи. Вам хорошего дня.